Итак, 15 тысяч лайков под последним роликом вы собрали, а это значит, что я вам очень благодарен и вы смотрите следующую часть удивительных фактов из доты, которая выходит только благодаря вам. Я прекрасно понимаю, что вы все очень не любите долгие вступления, где я рассказываю о том, какая дота интересная и проработанная, поэтому давайте обойдемся без вот этого вот всего. Я только вкратце расскажу наши правила для новоприбывших. Первое. Собираясь за 15к лайков под этим роликом, я почти моментально выпускаю следующее видео. Второе. Вы ставите лайк не просто так, а только в том случае, если узнали хоть что-то новое. Это мотивирует мне искать интересные факты, а не всякое баянистое говно. Ну и третье. Усаживайтесь поудобнее, несите еду и приятного вам аппетита и просмотра. Ну а я начинаю. Ну и открывает наш, так сказать, топ факт, касающийся недавно вышедшего сундука с сетами под названием Коллектор Кэш. Как вы, наверное, все уже знаете, данный сундук выходит каждый год, примерно спустя месяц после выхода Баттл Пасса. Однако еще за 3-4 месяца до этого Valve объявляет будущую тематику грядущего Баттл Пасса и Интернешнала в целом, для того, чтобы варкшоперы успели сделать сеты для этого сундука. И этот год не стал исключением. В середине марта Valve заявили, что тематикой Инта будут заколдованные руины в джунглях. И варкшоперы сразу же принялись создавать сеты на эту тему. И все было замечательно ровно до тех пор, пока Valve не подумали. А почему бы нам не дать возможность игрокам выбирать, какие сеты хотят видеть они в будущем сундуке? Ну и сказано, сделано. За неделю до выхода Коллектор Кэша, Valve прямо в доту добавили возможность голосовать за понравившиеся сеты игрокам. Однако стоит отметить, что в прошлые годы игроки тоже голосовали за понравившиеся шмотки. Но делалось это непосредственно в самом варкшопе путем лайка. И сколько бы лайков сет не собрал, последнее слово всегда оставалось за Valve. То есть по сути игроки как бы решали и показывали им, какие сеты нравятся. Но какие из них все-таки ведут в игру, выбирает Valve. Этот год, как я уже сказал, стал исключением. Они дали полную свободу игрокам выбирать будущие сеты, предоставив им огромный список. И казалось бы, это же просто замечательно. Что в этом может быть плохого? А то, что создатели сетов этого не знали. Они не знали, что их сеты будут выбирать только сообщество. Почитав разные интервью с людьми, которые буквально живут варкшопом, я выяснил, что это оказалось действительно ужасной идеей. На это есть множество причин, но самое главное является то, что люди не голосуют. Либо вообще ставят дизлайки сетом на слабых, малопопулярных или просто неприятных им героев. Как бы это смешно не звучало, но это действительно так. Это чистая субъективщина и вкусовщина, которой нельзя давать такую власть. Разумеется, подобное решение со стороны Valve вызвало огромное количество негодования со стороны варкшоперов. И их можно понять, ведь это и хлеб. Представьте себя на месте человека, который 2-3 месяца в одиночку с нуля делал сет на какого-нибудь визажа. Зная, что Valve обычно принимают качественные сеты, несмотря на число лайков. Ведь Valve объективны. Им пофиг на то, как любят этого героя. Они видят качественный набор и просто вводят его в игру. А тут внезапно дают власть игрокам, которые выбирают сеты только на любимых героев, в число которых, увы, визаж не входит. Ну, согласитесь, что после такого руки просто опускаются. Особенно, когда в варкшоп твоя единственная работа. 2 месяца работы впустую из-за такого решения Valve, о котором они даже не предупредили. И вы можете спросить мне сейчас. Смывар, к чему ты сейчас вообще рассказываешь эту слезливую историю? А затем, чтобы вы знали о той невидимой стороне Доты. Вы принимаете сеты как должное. Некоторые вообще думают, что их делают сами Valve. А на самом деле их делают обычные люди, такие же, как и вы. Ну, а итогом всей этой несправедливой системы стало решение Valve повлиять на результаты голосования. Сейчас на своих экранах вы видите количество голосов, которые получили сеты, вошедшие в сундук. Однако, по словам самих же Valve, на 18 месте должен был находиться вот этот вот сет от Айтхантера. Однако же, из-за того, что на него уже есть один сет, который занял 9 место, они решили добавить сет на Йорк Спирита. Разумеется, объяснений мы никаких не получили, но можно догадаться, что сделано это было для того, чтобы в одном сундуке не было двух сетов на одного героя. Типа, вы, конечно, голосуете, но не забывайте, что мы лучше знаем, что вы хотите. В таком случае вообще непонятно, для чего было сделано это псевдоголосование, если его результаты все равно не отображают реальное мнение игроков. Ну, а если же вам интересно, что будет с тем сетом на Тейтхантера, который должен был занять 18 место, то Valve дали на этот счет комментарий. Цитирую. Мы выпустим его как-нибудь потом. Ну, а теперь давайте перейдем от такого удручающего негатива к чему-то более веселому. А именно к тому, сколько же сетов из всей сокровищницы было сделано нашими земляками из России, Украины и Беларуси. В этом году коллектор Кэш содержит 18 сетов, и 6 из них сделаны нашими земляками. А именно, Драгон Найт, Чен на Винстоне из Овервотча, Энигма Джин и его маленькие Баунти Хантеры, а теперь самое интересное. Дизраптор на Динозавре, Фантомка в крутой шляпе и, конечно же, невероятный сет на Рубика. И, да, вы все правильно поняли, все три редких сета были сделаны нашими ребятами, с чем я их, конечно, и хочу поздравить. Согласитесь, очень приятно осознавать, что все самые крутые сеты для Доты делаются именно в странах постсоветского пространства. Прям гордость берет, что именно наши земляки делают такой огромный и качественный вклад в развитие Доты. Следующий же факт стал для меня настоящим открытием. Но давайте я начну с небольшой предыстории, она здесь крайне важна. 18 января этого года я выпускаю ролик, в котором рассказываю о пяти персонажах с самой устаревшей моделью. Первое место в нем заслуженно занимает Crystal Maiden. Затем, спустя неделю, я выпускаю экстренное видео, в котором рассказываю о грядущем на тот момент патче 7.21. И о том, что в нем должны изменить модель ЦМки. Узнал я об этом из твиттера Викрама Рейди, одного из разработчиков Доты. Там он выложил вот такое вот изображение. На тот момент я подумал, что лицо Crystal Maiden там не просто так сделано. И пришел к выводу, что произошло вот такое вот совпадение. Спустя неделю после моего топа об устаревших героях появляются призрачные информации о том, что грядут изменения модели ЦМки в следующем патче. И вот 29 января он выходит, а модель ЦМки осталась все такой же. Сказать, что я расстроился, не сказать ничего. Многие, конечно же, не упустили повода сказать, что я босрался со своими теориями, и что лицо ЦМки просто так было на том арте. Было очень грустное, но что поделать, они были правы. И вот где-то неделю назад я очередной раз захожу в Доту, играю и обращаю внимание на то, что ЦМка в моей тиме выглядит как-то странно. В целом модель все такая же старая и мыльная, но вот с лицом что-то точно не так. После игры я быстро сделал скрин ЦМки и сравнил его со скринами из своего видео об устаревших героях. И что же вы думаете? Модель ЦМки действительно изменилась в тайне ото всех нас. Вот так вот выглядит Crystal Maiden сейчас, а вот так вот она выглядела в январе. Как я уже говорил, изменилось только лицо, причем очень заметно. До обновления у нее был просто гигантский лоб и высокая линия роста волос, из-за чего казалось, будто у нее парик, а она на самом деле лысая. В новой же версии все это исправили. Лоб стал иметь нормальный размер, волосы стали расти из нужного места, кристалли переместили чуть пониже, а также капюшон побольше натянули. И казалось бы, такие маленькие изменения, а так сильно изменили лицо персонажа. Релайн наконец-то стала похожа на девушку с милым круглым лицом. И я, разумеется, не осмелюсь говорить, что я был прав в своих прошлых роликах, однако же согласитесь, что это все весьма странное стечение обстоятельств. Особенно если учесть, что ее модель поменяли в тайне. Я проверил все патч-ноуты до января и не нашел никаких упоминаний изменений ее модели. Отсюда можно выдать множество теорий, что Valve, например, готовит ее модели к серьезным изменениям, которые нам могут представить на интернешнале, либо же просто ее модель будут менять по частям. В общем, все это крайне странно, но факт есть факт. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, если вы тоже заметили это изменение и помните, когда именно оно было введено в игру, ибо я даже представить не могу, когда Valve это успели сделать. А также расскажите, пожалуйста, нравится ли вам новое лицо ЦМКи или же старое было лучше. Мне лично новое гораздо больше импонирует, чем то, что было раньше. Ну, а что вы скажете? Следующий факт касается одного крайне интересного момента, который Valve почему-то решили скрыть. Речь идет об истории нового иммортал набора Акса, в котором у него нет топора. В описании к сету написано, оказавшись в незнакомых землях без своего драгоценного оружия, Акс чувствует себя как дома. Однако, как он оказался в этих незнакомых землях и почему у него нет топора, история умалчивает. По крайней мере, все так думали. Покопавшись в репликах Акса, я обнаружил, что в разделе редких фраз у него есть целых шесть отдельных реплик, которые представляют собой целую историю о том, как Акс потерял свой топор и оказался в джунглях. По изначальной задумке, Акс должен был произносить их по порядку, а не хаотично, как остальные герои. То есть, кликаешь по нему несколько раз, он говорит одну фразу, потом кликаешь еще раз, он продолжает свой рассказ с того места, где остановился и так далее. Такая же фишка есть и у Марса. Однако, в случае с Аксом, серия его реплик почему-то не используется в основном клиенте, и найти их можно лишь среди файлов игры. Так или иначе, мы можем их с вами прослушать и узнать, как же все-таки Акс потерял свой топор. Я решил не переозвучивать эту историю, чтобы не потерялся весь шар манеры рассказа Акса. В общем, наслаждайтесь. Just when Акс was ready to kill the wounded Grifthawk, it jumped into the river. The tiny scribe said it didn't matter, but it mattered to Акс. So Акс went into the river, but swimming was too hard. Um, the fight was unfair with Акс's axe, so Акс had to drop it. After Акс choked the beast, it made a good raft. That was nice, because Акс needed a nap. Акс woke up when the Grifthawk raft went over a waterfall. Then Акс hit his head on a rock and got sleepy again. Now Акс is alone, alone with no Акс. The only law here is jungle law, and Акс's fists are enforcers. Ну а касательно истории, очень жаль, что многие ее так и не услышат, поскольку Valve почему-то решили просто не добавлять ее в игру. Однако, если у вас есть друзья, которые фанатеют от Акса, то присылайте этот ролик им, думаю, они будут рады. Ну и как небольшой бонус, редкая фраза, которую Акс скажет с вероятностью в 5%. Ну и последний, хоть и крайне странный факт на сегодня, касается всех персонажей в доте, которые передвигаются по земле. Сразу хочу сказать, что придумал его не я, мне его прислал человек по имени Станислав Михайлов, за что ему, конечно же, большое спасибо. В общем, дело в том, что если герой встанет на реке, то его ноги, ну или конечности, на которых он передвигается, не будут отображаться под водой. То есть мы видим, что вода вроде как прозрачная, там есть всякие камушки, рыбки. Даже если мы выложим что-то в реку, то это тоже будет видно под водой. Однако же с персонажами все иначе. Та часть героя, которая погружена в реку, мы увидеть не можем, хотя она там точно есть. В этом можно убедиться, если заглянуть камерой под воду. То же самое касается и питомцев, и курьеров, и мин, и крипов. Короче, всего, что может в теории двигаться, как я понял. Очень странная фигня, объяснение которой я найти не могу. Вода вроде как прозрачная, а вроде бы как и нет. В общем, если вы знаете, в чем дело, то пишите мне в личку, либо в комментарии. Дело очень любопытное. Ну а перед тем, как закончить, напоминаю, что если вы узнали из этого ролика хоть что-то новое, то ставьте лайк. Это действительно будет мотивировать меня искать еще более интересные факты для вас. Ну а также лайки ускоряют выход новых роликов, как вы уже знаете. Плюс, если вдруг какой-то факт вас удивил, то вы еще можете подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Ведь подписка на канал, как я уже множество раз говорил, на самом деле дарует плюс 15 единиц к удаче. Лучшее тому доказательство огромное количество комментариев, которые пишут подписавшиеся. Мне люди уже даже в ВК пишут с благодарностями, так что подумайте хорошенько, стоит ли один клик мышки того или нет. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok